Украинцам, бежавшим от войны в Молдову, но не оформившим статус беженца, возможно придется вернуться домой. Об этом на встрече с администраторами муниципальных предприятий сообщил Примар Бельц. По его словам, украинцы должны получить документы и статус беженцев до марта. Иначе они будут находиться на территории нашей страны в качестве туристов только 90 дней. Вот эти люди, которые не принимают статус беженца, они находятся в нашей стране, как согласно иностранцам, 90 дней. Но в течение 90 дней мы их кормим? Я, насколько поняла, именно в центрах беженцев предусмотрено, что там только те, кто имеют статус. А сколько сегодня у вас имеет статус? Пока еще никто. Они подают документы потихоньку, но еще никто не хочет. По словам Примара Бельц, только 7% украинцев, проживающих в городе, имеет статус беженца. В настоящее время в центре для беженцев в муниципе проживает 121 украинец. И никто из них не имеет статуса беженца. У нас живут 1200 человек, украинских беженцев. То, что правительство приняло, будем так говорить, новое постановление о статусе беженцев, то, что если гражданин Украины принимает, идет, оформляется статус беженца, то дальше он продолжает жить в наших социальных центрах, получать горячее питание 3 раза в день и пользуется всеми теми льготами, которые пользуются беженцы. Если гражданин Украины статус беженца не получает, тогда он находится на территории нашей страны 90 дней, и дальше он должен покинуть Молдову. Украинцы, живущие в Бельцах, говорят, что уже слышали об этой инициативе и при необходимости получат статус беженца. Мы зарегистрированы. Наверное, статус у нас есть. Зарегистрированы в посольстве, там, где положено. Чтобы получать помощь, должны сделать. А иначе как здесь проживешь? Здесь 2200 платят. И плюс помощь продуктовая. Я просто слышала, что будет такой закон, но еще не знакомила. Если вы говорите, что вот так, как вы говорите, то, конечно, это, наверное, неправильно, я так думаю. Слышал, что будет только закон, что в правительстве еще не разработали механизм работы этого закона. Поэтому все ждем 1 марта, и что, как будет, пока не в курсе. Если будет, тогда придется, конечно, брать вот этот статус временного убежища. Конечно, нет, потому что я как бы пользуюсь вот этим законом чрезвычайного положения. Любой украинец, проживающий в Республике Молдова, может подать заявление на получение убежища. Для этого достаточно сделать устное заявление в любом пункте пропуска при пересечении государственной границы Республики Молдова в любом полицейском участке или в офисах управления по миграции и предоставлению убежища. Достаточно будет любого документа удостоверяющего личность. В случае каких-либо вопросов вы можете позвонить по номеру горячей линии плюс 373-8-30-1527. Лица со статусом беженца получают удостоверение личности сроком на 5 лет, с которым они могут оставаться в Республике Молдова и иметь свободный доступ к системе социального обеспечения, начальному и среднему образованию, системе медицинского страхования, занятиям по социокультурной адаптации, курсам изучения государственного языка, информации и консультациям по доступу на рынок труда.